Анна Рязанова в студии. Здравствуйте. Вместе с коллегами расскажем о ключевых темах этого вторника. Действующие ограничения продлеваются в регионе по 28 июля. Решение принял Оперштаб. Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране. При этом, как показывают результаты эпид-расследований, более трети заболевших в областном центре не имеют установленного контакта, что свидетельствует о главных причинах инфицирования – несоблюдении личной гигиены и масочного режима. Особый контроль за магазинами и автобусами, где в обязательном порядке все должны находиться в масках. Администрация Архангельска поручена усилить контроль за работой ночных клубов, кальяных ресторанов, среди которых фиксируются нарушения. А перевозчикам рекомендовано обеспечить масками пассажиров, которые не могут приобрести их самостоятельно. Всего ограничения, напомню, продлены до 28 июля включительно. Сегодня Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России на 10 лет. Этот документ заменил предшественникам майский указ 2018 года. Из целевых показателей – рост ВВП выше среднемирового и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов человек. В этой связи любопытное движение, которое сегодня происходит в арктической территории, к которой частично отнесена и наша область. Арктика должна стать крупнейшей экономической зоной в мире. Госпрограмма будет принята в сентябре. Что изменится для жителей и какие преференции получит бизнес? Об этом в нашем материале по итогам пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Москве. Низкий уровень жизни, отсутствие инфраструктуры, отток населения. Эти и другие проблемы заставили федеральных властей пересмотреть подход к развитию арктических территорий, которым среди прочих относится Архангельская агломерация, Приморский, Мизенский и Онежский районы, Новая земля. В этом году в зону преференции вошли Пинежье и Лешуконье. Уже сегодня Юрий Труднев с уверенностью заявляет, новая госпрограмма будет принята в сентябре, а общий объем средств на реализацию до 2024 года составит 57 миллиардов рублей. Самая главная задача привлечь в Арктику инвестиции, ведь только так она сможет стать крупнейшей экономической зоной в мире. Поэтому в скором времени любой предприниматель, готовый вложить в развитие арктической зоны не менее 1 миллиона рублей, сможет стать резидентом этой территории, а вместе со статусом получит весомые преференции в виде льготных ставок по различным налогам. По аналогии с тем, как это происходит на Дальнем Востоке. В рамках госпрограммы предусмотрена и поддержка городов и малых поселений на севере. Так создан фонд развития Арктики, куда будут перечисляться 50% от всех инвесторских налогов. Деньги в первую очередь пойдут на социальное развитие. Еще один вопрос на пресс-конференции касается условий получения бесплатного арктического гектара. Александр Козлов заявил, первые шесть месяцев участки будут предоставлять только местным жителям, а после на них могут рассчитывать и другие граждане страны. Земли будут определять областные и городские власти. Кстати, на Дальнем Востоке в программе приняли участие уже больше 83 тысяч человек. По мнению чиновников, это неплохой показатель. Когда эта тематика пошла в средства массовой информации, у всех сложилось впечатление, что Арктика это некий такой большой сугроб, и вдруг каким-то законодательством приняли все его раздавать. На самом деле, я просто хотел бы напомнить тем людям, которые, может быть, не были или не жили или не работали в Арктике. Там живет больше двух миллионов человек. Там города, у них есть потребность в ИЖС, в индивидуальном жилищном строительстве. Вот я просто хотел бы привести ряд цифр. Вот в Архангельской области 42% выросла потребность, в Коми 30%, в Мурманске, там, по информации, которая на дорогу, 90%. Программа должна способствовать сокращению оттока населения. Впрочем, для этого одного бесплатного гектара будет маловато. Помимо развития инфраструктуры в Арктике, поддержка потребуется и системе образования. Это тоже на себя берет госпрограмма. У нас прошла большая встреча на площадке Юрия Петровича, руководителей попечительского комитета. Мы все-таки хотим поддержать Северный Арктический федеральный университет. Для нас очень важный, потому что те компетенции, которые сегодня он дает, это люди, которые будут жить и работать в Арктике и развивать. Помимо всего прочего, Юрий Труднев отметил, фонд развития Дальнего Востока может направить до 15 миллиардов рублей на развитие проектов в Арктике в 2020 году. Первые уже отобраны. Среди них и техническое перевооружение Архангельского ЦБК. Анна Рязанова, Регион 29. Вернемся в Архангельск. 300-квартирный дом на Московском проспекте вот-вот будет готов принять новоселов. Заключение о завершении строительства ожидается в ближайшие дни. В связи с этим Александр Цибульский поручил ускорить процесс переселения граждан из аварийного жилья. Заселение этого дома планируется начать в августе и никаких проволочек с документами быть не должно. По поручению в Рио-губернатора также удалось увеличить темпы строительства дома на улице Карпогорской в Архангельске. Сдать его подрядчик должен в октябре этого года. У меня тогда просьба к Игорю Ильичу Водзишу по переселению. Максимально ускорить и активизировать работу по передаче имущества по всем необходимым процедурным вопросам, которые находятся в полномочии муниципалитет. Всего на первом этапе в регионе запланировано строительство 11 многоквартирных домов. Возведение жилых зданий в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Красноборском и Устьянском районах будет завершено в ноябре этого года. Новоселье отпразднует 984 семьи. В регионе стали известны первые результаты ЕГЭ-2020. И, судя по всему, дистанционка многим ребятам пошла на пользу. Например, великий и могучий на все 100 баллов знает 51 школьник Поморья. Один из них – архангельский гимназист Алексей Новиков. Целенаправленно, серьезно, сам дома много читал, очень правило, решал на определенных сайтах варианты, там, 2-3-4 в неделю, писал сочинения тоже много. Сочинение, наверное, самое сложное задание, ему тоже нужно много уделять внимания, по нему много готовиться, потому что больше, ну не больше половины, чуть меньше половины баллов будет именно за сочинение. Еще два выпускника безупречно справились с ЕГЭ по информатике и четверо по литературе. По сравнению с прошлым годом, почти в два раза выросло количество успешных работ на ЕГЭ по географии. Те, кто не согласен с оценкой своих знаний, по-прежнему могут подать апелляцию. Ребята, во-первых, смотрят свои баллы, в школе получают полностью раскладку по тем заданиям, где плюс-минус, да, какие задания признаны правильными, какие задания признаны неправильными. Соответственно, могут проанализировать, посмотреть и есть определенный регламент подать апелляцию, которая будет единственное отличие в этом году, что апелляции будут рассматриваться в дистанционном формате. Сейчас эстафета ЕГЭ завершается. 22 и 23 июля школьники сдают устный экзамен по иностранному языку. 24 и 25 июля резервные дни для тех, кто не смог прийти в основной день сдачи по уважительной причине. Проект поморского коча презентовали участникам экспедиции большой арктической регаты, которые прибыли в Архангельск накануне. Знакомство с поморскими традициями не праздное. Прозвучало несколько идей, которые оценят все жители областного центра. Детали у Натальи Пулиной. Корабельный плотник Вадим Голев занимается не больше, не меньше делом всей жизни. Руками мастеру уже год зримые черты обретает поморский коч. Аналог старинного деревянного судна, который в свое время бывал в белом Баренцевом Карском морях, на Шпицбергене и Новой Земле. В первую очередь оно будет давать несомненное впечатление историзма. Оно, я думаю, будет привлекать романтиков, людей, настроенных на море, на хождение под парусом. А с другой стороны судно для тех, кто идет в ногу с современностью и комфортом. При аутентичной внешности начинка будет соответствовать всем параметрам экспедиционного. Проект поморского коча презентовали участникам экспедиции большой арктической регаты, которые прибыли в Архангельск накануне. Сама по себе работа, то, что мы здесь видим, действительно проделана не просто огромная, она еще проделана с любовью, знанием дела. И вот у нас в экипаже находятся специалисты кораблестроителя. Они все оценили, собственно, профессионализм, подходы, масштаб этого проекта. У поморского коча есть все шансы удачно впрестись в концепт большой арктической регаты. Ведь она, в первую очередь, не про парусный спорт, а про идеологию путешествий, исследований и тестирования новых технологий. Прозвучала и другая идея – построить еще один коч, который, в отличие от создаваемого сегодня, не будет бороздить Северные моря, но и займет место на суше. Хотя бы на том месте, где стоял на шашку на запад, именно подобный коч, но этот коч, как коч-музей, в котором можно было бы разместить экспозицию, посвященную истории, многосотлетней истории нашего поморского мореплавания. Этим летом экипаж большой арктической регаты совершит переход из Архангельска через Мурманск и Соловки до Наринмара. Традиция наших северных мореплавателей станет на этом пути одним из самых ярких маяков. Наталья Пулина, Регион 29. Немного рекламы впереди и вскоре продолжим. Оставайтесь с нами. Сначала меры безопасности. Обрабатываем руки, надеваем маски, перчатки. Ну а теперь можно и за покупками. Выбор на выставке продажи «Белая ночь», которая развернулась перед дворцом спорта в Архангельске, огромный. Покупателям предлагают обратить внимание на северные и южные дары природы. Морошка, грибы, черешни, нектарины, персики – витамины, которыми нужно успеть запастись летом. Спешите попробовать и мясные деликатесы из Белоруссии. Сало и янтарного цвета, натуральное масло с Кубани, а также рыбу от местного производителя. Нравятся ярмарки. Я люблю покупать цветы, покупаю часто, что-нибудь себе сажу. Ну и так вот и орехи, что-нибудь вкусненькое. Белорусское люблю что-нибудь брать, сыр. Во всем многообразии на выставке – мужская, женская и детская одежда. Обувь, головные уборы. К слову, здесь широкий выбор верхней одежды из Петербурга. Хит-продаж – пальто из шерсти высшего качества «Вирджиния». Выставка продажа будет работать в Архангельске до 24 июля включительно. А 25 и 26 июля – в НТЦ «Звездочка» в Северодвинске. Спасибо, что смотрите. Продолжаем рассказ о темах вторника. Муниципалитетам по Муре выделено более сотни миллионов рублей на благоустройство территорий. Деньги пойдут в том числе на приобретение уборочной техники. Поводом стали обращения жителей районов области. Неоднократно во время рабочих поездок в Рио губернатора они говорили о необходимости усиления работ по наведению порядка. Финансовую поддержку получат практически все муниципальные образования. Мы действительно с учетом и непростых бюджетных сегодняшних реалий все-таки пошли на эти дополнительные взаимоотношения с муниципальными образованиями с точки зрения направления дополнительных средств на благоустройство и приобретение уборочной коммунальной техники. Средства направляются из субсидий на сбалансированность бюджетов. Они получены были из федерального бюджета. Добавлю, что дополнительное финансирование муниципалитетам направлено по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Еще одну идею в Рио губернатора поддержали сотни человек по всей области. Продолжаются субботники в рамках проекта «Чистый регион». Мешки, перчатки и даже спецтехника. Ряды волонтеров пополняют не только общественники и молодежь, но и просто неравнодушные северяне, которые понимают, ну кто, если не мы. Новодвинск одним из первых присоединился к проекту «Чистый регион». Там с успехом состоялись уже четыре субботника на территории городского парка вдоль берега Северной Двины. Я считаю, что нужны такие субботники и даже необходимы. И, наверное, надо с детства приучать детей своих к порядку и чистоте. Всех экоактивистов снабдили индивидуальными средствами защиты. Также выдали мешки, перчатки и весь необходимый инвентарь. Но, к сожалению, есть одна проблема. Скорее, самое главное – не хватает людей. Мусора действительно много. Нам не хватает рук, всегда не хватает. И было бы здорово, если бы к нам присоединились еще люди. Помогли нам убрать последствия пикников. И было бы здорово, если бы мы здесь все почистили, а потом пришли бы сюда отдохнуть. Думаю, что и горожане бы тоже оценили – чистое место для отдыха. В областном центре прошел, наверное, самый большой субботник. Выбрана одна из самых крупных несанкционированных свалок в округе Варавино-Фактория. На помощь пришлось позвать спецтехнику. Мы считаем, что нам нужно списать нашу область. Надо, чтобы она была чище, экологичнее. Три грузовика именно столько мусора собрали на свалке. Неизвестно, сколько лет здесь все это лежало. Тем временем проект «Чистый регион» подвел первые итоги сделанной работы. За месяц собрано около тысячи мешков мусора и проведено более 40 субботников. Сейчас в регионе почти 500 волонтеров. Для меня самое ценное, конечно, когда местные жители, видя, что здесь будут у них прибирать, они, конечно, удивляются, что люди с других мест, где живут в центре, например, приезжают на окраину и прибирают у них. И есть люди, которые с удовольствием подключаются. Здесь не только труд волонтеров важен, а важно, чтобы еще регион, муниципалитеты подключались, сдавали технику и им все вместе, вместе с совместными усилиями вывозили мусор. На этом работа не завершается. Активисты продолжают субботники по всему региону. О ближайших датах можно узнать на сайте чистыйрегион29.рф и присоединиться к уборке. Александр Богданович, регион29. Большое наведение порядка и в литературном сквере на Чумбаровке в Архангельске. Там трудилась молодежь азербайджанской диаспоры. Волонтеры планируют завершить покраску скамеек и ограждений. Причем с инициативой выступили сами представители общины. Они высказали свои пожелания самостоятельно, что предложили именно благоустроить территорию на Чумбарово-Лучинского. А на Чумбарово-Лучинского у нас не только скамейки в озонный и литературный сквер, но у нас еще сквер Победы, где они также покрасили скамейки. Поэтому помощь нам очень актуальна. Я родился в Азербайджане. Высшее образование получил в Баку. Баку для меня самый красивый и самый чистый город. Мы хотим, чтобы Архангельск тоже стал ярким, красивым и блестящим городом. Большинство из этих молодых людей родились или получают образование в Архангельске. Город стал для них вторым домом. Мы были очень рады поучаствовать в благоустройстве города, в чистоте и порядке. Так что всем сердцем, от души все было сделано. Есть и интересная деталь, связанная как раз с литературой. Три года назад в Баку вышел в свет поэтический сборник. В нем на двух языках – русском и азербайджанском – представлены стихотворения 17 современных архангельских авторов. Так что желающие выучить азербайджанский могут найти сборник в точке Букроссинка литературного сквера. Спортивные площадки Левого берега Архангельска готовятся ко встрече с будущими чемпионами. Футбольное поле, лыжероллерный круг, грибной канал. Как идет подготовка к новому сезону в Высокогорском детско-юношеском центре, расскажет Александр Богданович. Сегодня на футбольном поле не гоняют мяч и не слышны голоса болельщиков. За десятки метров раздается только шум трактора. На поле Исокогорского детско-юношеского спортивного комплекса приступили к реновации. Начали с покоса травы. Инновационным технологиям предпочли проверенные грабли, перчатки и мешки. Сейчас планируем проводить тренировочный процесс на улице с соблюдением всех санитарных норм. То есть буду ребят делить на группы по 4-5 человек, по секторам разобью и будем заниматься. В этом сезоне руководством ДЮЦ решено создать лыжероллерную трассу. Она позволит спортсменам-биатлонистам совершенствовать свое мастерство круглый год. К тому же в центре лыжным спортом занимаются 75 детей. Мы запланировали замкнуть лыжероллерный круг длиной 300 метров. Нам не хватает 85 метров. У нас получится лыжероллерный круг не только для биатлонистов. Здесь у нас малышня и на велосипедах, и на роликах катается. Тогда будет у нас все здорово. Неподалеку работает и спецтехника. В этом сезоне облагородят грибной канал. Экскаватором чистят и углубляют берег, а из воды достают мусор. К тому же берег не только почистят, но укрепят. Его выложат железнобетонными плитами. Кстати, на воду уже вышли профессиональные спортсмены для подготовки к чемпионату России. Погребли на байдарках и каноэ. Здесь практически нет течения и вообще практически не бывает волны. Вот, и поэтому это огромный плюс. Круг 4 километра. Мы поставили тут дистанцию. У меня три спарринга партнера, три мальчика со мной работают. Поэтому и тренер тут со мной, он и на катере выезжает. Поэтому я решила остаться тут, на тяжелой, на северной воде. В планах этого года привести в порядок лыжную трассу Саламаты. Только работы начнутся позже, когда завершат благоустройство летних площадок. Александр Богданович, Регион 29. Такие новости завтра. Автограф уходящему дню ставим вместе с Артемием Заварзиным. А я желаю вам всего самого доброго и главное здоровья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова